Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестана в студии Захара Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Поддержка и доверие. Про вечер единства, организованный отделом просвещения Прямо в Тияти. Смотрите в выпуске. Московские психологи в гостях у ДГУ. О чем говорили на тренинге «Миротворец», расскажут наши корреспонденты. Слабый пол – это не про них. Дагестанские бульницы выиграли мастерский турнир в Подмосковье. За прошедшие выходные в Дагестане произошло 9 аварий. Среди погибших есть и годовалый ребенок. В одном из ДТП водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате пассажир первого и малыш, находившиеся на руках у матери, скончались от полученных травм. По данным Госавтоинспекции Республики, всего за минувшую неделю произошло 35 ДТП. Погибло 8 человек, 54 получили ранения. Более 500 тысяч тонн зерна экспортировано в Иран с начала года через Дагестан. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно экспортное зерно поступает в Махачкалинский порт автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарской Республики, Чечни и Ставропольского края. По завершении погрузки инспекторами управления Россельхознадзора отбираются пробы продукции для лабораторного исследования. При проведении контроля нарушений международных требований не выявлено. По данным ведомства, за отчетный период выдано более 300 фитосанитарных сертификатов. И к другим темам. Город Кизелерт все же отметил свой 60-летний юбилей. Торжества проходили в местном сквере культуры. Участники мероприятия могли приобрести сувениры, национальные костюмы и попробовать блюда дагестанской кухни, представленные на сельскохозяйственной ярмарке. А любители спорта провели матчевые встречи по боксу и турниры по различным единоборствам. Дополняло все это выступление оркестром. По завершении официальной части мероприятия была предоставлена сцена с развлекательным шоу для маленьких горожан. Желающие могли здесь же попробовать вкусный плов и сладости. А в Кизляре тем временем прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко дню рождения президента России Владимира Путина. Напомним, главе государства накануне исполнился 71 год. Автопробег команды Путина, праздничный митинг, концерт, спортивные соревнования по мини-футболу и вольной борьбе. К торжествам присоединились жители Кизляра и Кизлярского района, чиновники, депутаты и родственники бойцов специальной военной операции. После всех мероприятий участников угостили отменным пловом на дровах от поваров из Узбекистана. Вечер единства. Мероприятие под таким названием прошло накануне. Организовал его коллектив женского направления отдела просвещения Примуфтиятия Республики. Приглашенные представляли разные организации и сферы деятельности. Врачи, учителя, артисты, журналисты, руководители и рядовые сотрудницы. Подробности в сюжете Айши Тухаевой. Женское направление отдела просвещения каждый год в месяц Рабьюль-Аваль собирает представительниц разных профессий на праздничное мероприятие. Приходят сюда женщины для того, чтобы лучше узнать друг друга, поделиться своими успехами и идеями, поддержать друг друга. На вечер также были приглашены матери и вдовы погибших в зоне СВО. Основа отношения друг к другу – это уважение. Если у нас не будет уважения в нашем обществе друг к другу, у нас общество разобщится. Когда общество разобщено, это что? Это слабая республика, слабое государство и так далее. Цель была объединение, единство. Такие мероприятия собирают все большее количество женщин. На встречах царит атмосфера доверия и взаимовыручки. С большой радостью каждый раз принимаю участие в этих мероприятиях. Они очень нужны. Каждый раз, когда я их посещаю, моё сердце наполняется теплотой и верой в светлое будущее. Очень полезно, очень комфортно мы себя чувствовали сегодня. Очень много интересных людей, красивых, увлеченных людей, которые приносят пользу и своим семьям, и обществу, и исламу. Хочу сказать, ровно год тому назад директора центра «Идаят» пригласили меня на такое же мероприятие. Я оказалась первый раз, я даже не знала, куда я иду. Когда зашла, я была восхищена эстетикой и красотой этого мероприятия. После этого полностью моя жизнь изменилась. Изменилась в лучшую сторону. Я почувствовала всю красоту и глубину ислама. Роль женщин в обществе значимее с каждым годом. Появляется всё больше возможностей помочь тем, кто ещё не нашёл своё место в жизни или находится в трудной ситуации и проживает трагические события. Повысить их мотивацию, сохранить интерес к общественной деятельности. Задача, которую на протяжении уже нескольких лет успешно решают Духовный центр «Марием», Школа благонравия, Центр «Хидаят» и другие. Мы от сообщества родных погибших в спецоперации и сила матерей выражаем огромную благодарность вам и всем организациям данного мероприятия. Айша Тухаева, Шамиль Хересулаев, Новости ННТ, Махачкала. Республиканский маджли Салимов состоялся в Махачкале. Тысячи людей со всего Дагестана съехались, чтобы послушать авторитетных богословов. Доктора исламских наук, проповедники, руководители образовательных исламских учреждений, имамы мечети выступали со словами призыва к мусульманам на актуальные темы, волнующие общество. Хочу вам искренне передать слова, приветствуя от имени муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Афанди, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, который пожелал нам, чтобы этот маджлис оказался тем маджлисом, в котором доволен Всевышний Аллах, которым Аллах дает нам свое прощение. На базе ДГУ прошел бесплатный психологический интенсив «Миротворец», спикерами которого выступали лучшие эксперты со всей России. Более 200 студентов, как профильных, так и других специальностей, приняли участие в тренинге. Провести его стало возможным благодаря гранту Росмолодежи. Подробности у Патима Тханаповой. Ей слово. Знания, опыт и поддержка. Для реализации проекта в качестве тренера выступали три приглашенных, специалиста-психолога из ведущих вузов России. Они помогали участникам лучше понимать и контролировать свои эмоции. Практические навыки, мотивация от экспертов, новые знакомства и поиск единомышленников. Все это было доступно на трехдневном интенсиве. Я сюда приехал рассказывать о позитивном мышлении. И считаю, что от того, как человек размышляет, как он относится к жизни, какие у него есть установки, это определяет его судьбу и его всю оставшуюся жизнь. Изменения невозможно добиться, но можно дать импульс. Если люди поймут основной ход мысли и увидят, что возможности существуют, останется только практиковаться, а дальше зависит от каждого. В рамках психологической работы и в рамках психотерапии формат интенсивов зарекомендовал себя как наиболее оптимальный. Если мы на выходе хотим получить личностные изменения участников, изменения их эмоционального статуса, изменения их когнитивной сферы, то как раз именно формат погружения, формат интенсива наиболее оправдан и в рамках краткосрочной психотерапии, психокоррекции, так и развивающих технологий, которые мы три дня будем предоставлять здесь. Очень радостно здесь оказаться. И здорово, что коллеги из вашего вуза, из вашего города придумали такую идею, реализовали такой проект. И мне кажется, это полезно сильно для студентов. Честно говоря, хочется теперь перенять опыт, то, что мы сделаем здесь, провести у нас в Красноярске, ну и возможно на этом у нас возникнет какое-то сотрудничество. Присутствовали на тренинге более 200 участников, в том числе студенты непрофильных специальностей. Любой желающий мог посетить интенсивы, бесплатно изучить азы психологии или попробовать лучше понять себя. Учащиеся профильного же факультета ДГУ считают, такое мероприятие они ждали давно, послушать лучших экспертов страны, шанс которой представляется не каждому. Я очень была рада проведению этого мероприятия, потому что нам предоставилась очень большая возможность лично познакомиться с этими психологами, повысить свою, так скажем, квалификацию психолога и все было максимально интересно, честно сказать, я даже не ожидала такого исполнения. Мне очень сильно понравилось, я очень надеюсь, что такое будет происходить почаще. Многие отдают большие деньги, чтобы попасть на такие мероприятия, чтобы попасть в психологию, но нам эта возможность досталась бесплатно, благодаря нашему университету. Проект носит и социальный характер. Среди участников и те, чьи родители находились или находятся в зоне специальной военной операции, или сами студенты, ранее участвовавшие в СВО. Здесь предполагается не обязательно, чтобы это были студенты дневного отделения. Это могут быть заочники, которые уже были, магистры, бакалавры, которые уже в возрасте, и если они проходили специальную военную операцию, то данное мероприятие направлено на то, чтобы помочь им выйти из каких-то стрессовых ситуаций. Вообще разработали интенсив, потому что поняли, что есть запрос на то, что студенты не умеют себя позицировать, коммуникатировать с окружающими, и вот это вот неумение им мешает для того, чтобы они позитивно выстраивали отношения с социумом. И мало того, что это мешает им позитивно выстраивать отношения с социумом, это еще мешает им не только в адаптации, но и в успешной учебе, карьере и так далее. Проект нацелен на формирование у студентов первичных навыков психологической безопасности личности или устойчивости от внешних влияний и оценок. Интенсив проводится благодаря гранту Росмолодежи, которая выиграла кафедра психологии, развития и профессиональной деятельности факультета психологии и философии ДГУ. Патемат Ханапова, Нурмаговид Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Дагестанские вольницы выиграли мастерский турнир в Подмосковье. Золотые медали всероссийских соревнований в городе Орехово-Зуево завоевали трое наших спортсменок. На старте отличились махачкалинки Хадижат Муртузалиева и Лейла Муталимова. А в заключительный день лучший результат в своем весе показала Мария Кузнецова. Все они выполнили норматив мастера спорта России. Помимо этого в активе представительниц сборной Дагестана еще две бронзовые медали. А дагестанские бойцы помогли сборной России выиграть всемирные игры национальных единоборств. Соревнования с участием более тысячи спортсменов из 25 стран проходили в городе Чебоксары. Наши спортсмены преуспели в программе дисциплин ММА «Ориентал». Всего команда под руководством Бадави Гасанова завоевала 51 медаль, 33 из которых – высшие пробы. В активе бойцов победы в таких направлениях, как в сейф, грэпплинг, джиу-джитсу и другие. Вторыми и третьими в общем зачете стали представители Ирана и Таджикистана. Три медали разного достоинства завоевали наши грэпплеры на прошедшем Ростове-на-Дону открытом первенстве Европы. В лучшем весе до 70 килограмм отметился у марки Бедов серебро и бронза в своих категориях Конос Рудина Амаргаджиева и Хабиба Баталова. Примечательно, что победители престижных соревнований успешно совмещают занятия спортом с религиозной деятельностью. Они и мамы сел Кумашов, Кра и Газику Мухлакского района. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин